Я не занимаюсь лагерем, но засниму экспромтом все, что видят мои глаза, то и буду рассказывать. Вот я пил чай утром, кофе точнее, с сыром, конечно же, традиционно, с коломером. Это самый распространенный тут, по крайней мере, я его постоянно ем. Самый дешевый сыр. Собрался зашивать и кроссовки, и собрался я распущать вот эту проволоку на всякие нужды, потому что мне деревяшки эти скреплять все время нужна проволока. Ну что еще расскажу. Ну, утром я учил Штилинахт песню. Я думаю, что я почти ее выучил за один раз. Ну, это на солнце я пропекаю. А, вот они, вот они, кроссовки. Ну, недельку походил после Ямауса, магазин такой, бэушного старья. За 9 евро я их купил. Не, они хорошие, но они не прошитые. Их надо прошить сейчас. Времени не хватает. Вот эта нитка тонковатая. Так видно все. Ну, что еще тут рассказать. Мой кустик в порядке. Пережил он зиму. Хотя вот с этой стороны что-то он плохо себе... Ну, листики облетели. Не знаю, почему. Вот. Вот, кстати, пророс мой сельдерей, что ли. Ну, я его тут посадил. Валялся-валялся корешок и пророс. Порезанный корешок. Вот у меня надо вот... Что-то я не ем. Это вообще надо выкинуть капуста. Надо ее посмотреть. Недели две тут лежит. А это у меня тут склад. Из старой палатки. Вот моя терра инкогнинта. Клееная переклялась. Тут ее раз-два зашивал, если не три. Вот. Это я... Шесть лет ей. Все походы мои первые в ней. Ну, тут вот самая вкусная. Рататуй. Вот горошек зеленый. Здесь всякая фигня. Ростки фасоли зеленые. Ну, тут рыба у меня, которую я мало ем. Тут у меня кошачьи консервы, я их называю. Ну, нормально. С картошкой нормально. Суп получается хороший. Вот это хорошая тоже вещь. Ну, что-то я отравился как-то вот. Хотя она не просочна, но отравился. Тут у меня склад. Это я хожу в бассейн. Это всякие пакетики. Ну, это Кешуа или Чешуа. Ненавижу эту фирму. Кешуа. Купил, блин, а тут как будто как пластиковый мешок. Ну, блин, ноги потеют, воняют, там гниет все. Ну, в общем, постирал-то я их постирал, но их не использовал практически. Кешуа. Одним словом, Кешуа. Ну, это на солнце у меня тут воздухом продышается все. Проветривая, просушивая. Ну, это мне навес такой с грузиками переменной. Тяжести использую. Вот это у меня там. Давайте я сегодня поднял вот для сбора рюкзака место. Чтобы два-три тут ряда. Ну, чтобы чисто было. Потому что черви поднимают землю. Какают они, короче, говорят. Червики. А вот сегодня я цветок первый раз увидел. Точнее, я первый раз обратил внимание. Это, наверное, типа подснежники. Не знаю, что это за цветы точно. Но факт, что они первые. Так, снимает? Снимает. Ну, вот лагерь у меня в таком беспорядке. Это я сделал, чтобы не наступать. Использовал, так сказать, ненужные вещи. Вот ненужные. И выкидываю. Но чтобы метки для того, чтобы не наступать. Чтобы было видно. Вот я их поставил. Большие. И вот тоже вот эти штуки. Чтобы сигнализировать, что вот палатка, палатка. Не наступите на растяжку. Вот у меня яйца варятся тут. Да, дров что-то после зимы я так и не наколол. У меня тут горки так и не образовалось. Целый месяц-два, наверное, горки. Полтора месяца горки нет. Яйца уже сварились. Надо кушать. Уже кушать хочется. А, вот сейчас я вот мультивитамины буду пить. Да, звонил маме. Она по пять таблеток в день пьет. Не знаю, опасно или нет. Но я ее спрашиваю, что ты пьешь. Она говорит, по наименованию вкуса говорит. Абрикос, там это. Мне нужно знать, что она пьет. Мультивитамины или мультиминералы, или что. Или кальций, или там магний. Она по вкусу мне рассказывает. Ну, по номеру тубы еще может посмотреть. Ну, тут я телефон сегодня зарядил. Да, без этой чудной штуки было бы туговато. Потому что мой смартфон совсем уже не держит. Это кто-то там ветками хрустит. Наверное, кто-то ко мне собрался. Прийти в гости. Кидану несколько дровишек. Да, у меня сейчас с проводами не очень хорошо. Этот провод плохой. Правда, имеют разное сопротивление. Хорошие, правда, с маленьким сопротивлением.